привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете комплексный рецепт омоложения кожи лица это уникальнейший способ домашней шлифовки кожи лица этот способ омоложения вы можете делать регулярно и это простая процедура альтернатива дорогостоящей косметической процедуры шлифовки я уверена что этот способ вам понравится видео будет полезным информативным поэтому устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра и мои дорогие сегодня я покажу вам целых две маски два способа это один комплекс в комплекс ухода для выравнивания поверхности кожи входят две процедуры первая процедура это шлифовка кожи кожа после этой шлифовки домашней станет очень гладкой ровной если у вас возрастная кожа то разгладятся морщины и затем вторая процедура это питание увлажнение и восстановление эпидермиса кожи после глубокого очищения и так приступим для приготовления нам понадобится 1 столовая ложка пищевой соды сода это лучший очиститель для кожи лица хорошо смягчает очень деликатно убирает верхний ороговевший слой клеток сода подходит для ухода как за сухой кожей так и за жирный единственное условие обязательно проверьте все ингредиенты которые входят состав сегодняшнего омоложения кожи лица на аллергенность если есть на какой-то из компонентов аллергия то откажитесь от этого ингредиента либо обязательно протестируйте свою кожу после полного приготовления маски чтобы не было негативной реакции не забывайте что главное наше условие для омоложения кожи лица в домашних условиях это конечно же не навредить и так берем одну столовую ложку соды сода должна быть без комочков обязательно соблюдайте порядок приготовления всех масок которые я показываю потому что эти процедуры все проверены и я вам предлагаю наилучший способ приготовления масок для того чтобы и качество нанесения и само приготовление было более эффективным следующим очень важным ингредиентом для этой очищающей домашней шлифовки является овсяная мука либо овсяные хлопья если у вас нет готовой овсяной муки можно взять просто две ложки овсяных хлопьев перемолоть в кофемолке до получения вот такой консистенции чтобы были все-таки мелкие крупинки состояние до состояния муки лучше не перемалывать чтобы эффект скрабирования в момент нанесения кожи тоже получала нам понадобится одна столовая ложка овсяных хлопьев после того как добавили овсянку нужно все хорошо перемешать после добавления каждого ингредиента обязательно смешивайте эти компоненты теперь перемешанный этот состав нужно отставить немножко в сторонку и заняться следующим очень важным ингредиентом конечно это соль берем другую чашечку добавляем одну столовую ложку морской соли если у вас морская соль крупного помола обязательно перед приготовлением масок для домашнего ухода просто также перемолите в кофемолке но для того чтобы обезопасить себя от микротрещин от повреждения кожи вот я предлагаю именно воспользоваться таким рецептом который сегодня вам и покажу это такой небольшой лайфхак хитрость добавляю одну столовую ложку морской соли она видите прям порошочком у меня очень мелкая одну ложку морской соли добавляю одну ложку обычной питьевой воды можно взять и минеральную воду и хорошо все растворяем после того как солевой раствор получили и все крупинки соли растворились смотрите чтобы жидкости было немало а именно то количество которое бы хорошо растворяла и именно вот этот состав заранее приготовленный я и сейчас я буду постепенно добавлять этот раствор именно в овсяные хлопья с содой доливаю так чтобы соль хорошо растворилась и одновременно также попало все хорошо перемешиваю и выливаем чтобы соли не осталось чашечки и хорошо все перемешиваем консистенция должна получиться очень приятная эти идет легкое вспенивание мои дорогие если у вас очень сухая кожа и ваша кожа склонна к сухости лучше всего в это средство для очищения и шлифовки добавить глицерин я добавляю 5 капель глицерина это очень хорошо смягчает кожу предотвращает травмирование если у вас сочувствительная кожа то глицерин только поможет в этом деле 5 капель 2 3 4 5 капель глицерина и также все хорошо перемешиваю очищающее средство для шлифовки готова конечно же молодые клетки которые выйдут на поверхность после применения этого очищающего средства этой шлифовки нужно конечно очень быстро напитать и сейчас я покажу как приготовить супер питательное средство для того чтобы кожу лица восстановить два этих средства готовим одновременно в один раз и приступим к приготовлению для приготовления нам понадобится дрожжи дрожжи могут быть как быстрые так и дрожжи из брикета дрожжи очень хорошо уплотняет кожу очень хорошо восстанавливают свет лица поэтому это средство будет эффективно восстанавливать как жирную кожу так и кожу очень сухую нам понадобится 1 столовая ложка дрожжей следующим очень важным ингредиентом я добавляю в это средство сливки сливки должны быть жирные очень высокой жирности если у вас нет сливок можно добавить и очень жирную сметану добавляю также две ложки и также все очень хорошо перемешиваю для того чтобы питательных ингредиентов в этом составе было достаточно нужно обязательно добавить витамин а ретинол ацетат ретинол ацетат продается в аптеке стоит недорого в зимнее время витамин а необходим нашей коже он хорошо уплотняет кожу улучшает цвет лица ретинол а пульмиат можно использовать также как и ретинол ацетат это разные формы витамина а этот и другой подходит идеально и добавляю пять капель витамина а раз два три 4 5 затем также все хорошо перемешиваю также в эту маску добавляю и гиалуроновую кислоту если она у вас есть гиалуроновую кислоту можно использовать как в чистом виде вот в ампулах также можно купить в аптеке так и различные коктейли гиалуроновая кислота с добавками пептидов возможно гиалуроновая кислота есть с коллагенами тоже ее можно использовать я добавляю гиалуроновую кислоту тоже три капли и опять все хорошо перемешиваю и в эту маску нужно обязательно добавить либо оливковое масло либо косметическое масло либо то масло которое мы с вами готовили на лепестках роз розовое масло кто еще не приготовил мои дорогие посмотрите как приготовить розовое косметическое масло без затрат в домашних условиях очень часто использую я в приготовлении различных масок добавляя в крем и запах просто великолепный и добавляю одну столовую ложку розового масла затем все хорошо перемешиваю обязательно посмотрите как правильно использовать эти два средства в комплексе первое средство которое мы приготовили предназначена для шлифовки кожи лица в домашних условиях если вы на эпидермисе кожи у вас имеются мелкие шрамы мелкие рубцы какая-то неровность кожи либо глубоко образовавшиеся морщины то начинать нужно наносить эту шлифовку конечно на очищенную кожу лица лучше всего когда вы уже приняли душ кожа разогретая на наносить это средство на очищенную кожу лица по кожным массажным линиям не наносить это средство на кожу вокруг глаз после нанесения дать этому средству находиться на коже в течение двух-трех минут затем влажными теплыми руками круговыми движениями делать легкую скатку средство это очень хорошо очищает кожу убирает ороговевший слой клеток очень хорошо очищает поры глубоко проникает в эпидермис кожи и эффективно разглаживает даже самые глубокие морщины после того как это средство вы промассировали полностью конечно же легкими круговыми движениями ни в коем случае не растирайте сильно кожу лица и естественно не растягиваете по кожным массажным линиям круговыми движениями массируете участки кожи где есть глубокие морщины как правило это морщина межбровная горизонтальные морщины на лбу носогубные складки уголки опущенных опущенного рта также подвержены образованию глубоких морщин и затем это средство нужно смыть смываем сначала теплой водой также в момент смывания делайте легкий массаж лица после того как смыли это средство теплой водой обязательно промокните кожу лица теплым махровым полотенцем эту маску наносим также по кожным массажным линиям сразу после применения шлифовки круговыми движениями как бы втирая в эпидермис кожи этот маслянистый питательный состав этот состав можно наносить и на кожу вокруг глаз также это можно средство наносить на шею на зону декольте после нанесения дайте 20-25 минут на полное впитывание этого питательного этой питательной маски после истечения этого времени ополосните кожу лица теплой водой промокните и пропитайте влагой это сам эту маску и также круговыми движениями делая легкий массаж момент когда вы смываете эту маску смойте теплой водой затем ополосните кожу лица прохладной водой обязательно протонизируйте кожу кубиком льда либо заваренным зеленым чаем дайте впитаться этому средству и нанесите легкий увлажняющий или питательный крем пользоваться этой процедурой для сухой кожи нужно один раз в месяц для жирной кожи можно использовать этот способ шлифовки два-три раза в месяц обязательно наблюдайте за состоянием своей кожи обязательно смотрите как ваша кожа реагирует на любую процедуру которую вы делаете в домашних условиях и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях а с вами была оксана всем всего хорошего я надеюсь что вы как всегда с пользой и удовольствием провели вместе со мной время всем пока пока